Спортзалы в камчатских школах должны стать доступными и для всех жителей края. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов. Губернатор посетил Елизовскую среднюю школу номер 2, где в рамках нацпроекта образования федерального проекта «Успех каждого ребёнка» отремонтировали спортзал. Вместе с Владимиром Солодовым на выездном совещании побывала и министр образования края Александра Короткова. В ходе визита в школу номер 2 Елизова Владимир Солодов подчеркнул, что для развития спорта важно, чтобы спортивные объекты стали доступны и для всех камчатцев. Особенно актуально это для отдалённых посёлков региона. Систематично вести учёт, где такая работа проводится, и мотивировать, стимулировать, чтобы директора были заинтересованы в этом. То есть, чтобы это не то, что некоторая самодеятельность, или директоры, или главы посёлка, а что наоборот, если директор школы такую практику развивает, это хорошо, и мы это поддерживаем, помогаем. Потому что нам ведь не важно, в рамках какого у нас проекта создана инфраструктура, образование, успех каждого, или спорт, норма жизни. Если мы за счёт этого сможем повысить долю систематически занимающихся спортом взрослого населения, это тоже хорошо, и надо, чтобы инфраструктура максимально работала, но особенно в маленьких населённых пунктах. Как сообщила министр образования края Александра Короткова, в некоторых населённых пунктах такая работа уже ведётся. Руководители учебных заведений заключают договоры для безвозмездного пользования залами со спортивными федерациями и различными организациями. Отметим, в этом году в регионе в нацпроекте приняли участие восемь образовательных учреждений. В шести из них отремонтированы спортзалы. В Ельзовских школах номер 278, в Озерновской, Усть-Большерецкой и Ивашинской школах. Также спортивный клуб создан в Устьевой школе Соболевского района. Кроме того, инвентарём и оборудованием оснащены спортплощадки в Ивашкинской школе и Хайрюзовской начальной школе детском саду. Добавим, ремонт в образовательных учреждениях края в рамках нацпроекта продолжится и в следующем году. На следующий год мы, наверное, аплодируем всё-таки Ельзову. За счёт две школы. Да, Ельзово. Потому что Ельзовский район входил только сельскими школами. А в этом году уже город. А помимо этого? Потом будет велючиться к три школы. Три школы велючиться. Но это у них всего же три школы. Да, то есть они все войдут. И поселок городского типа Палана у нас раньше не входил, но теперь он войдёт. Напомним, всего на Камчатке находится 121 общеобразовательная организация. Участие в нацпроекте образования, федеральном проекте «Успех каждого ребёнка» могут принимать только сельские школы и города с численностью населения не выше 50 тысяч человек. Редактор субтитров А.Сёмкин